Привет, друзья! Привет, мои хорошие! Так получилось, что сегодня записывала вам подлиннее видео, но пришлось прерваться и так не успела даже попрощаться, так что, да видит Бог, видите, должно было состояться второе видео. Так что я себе налила в чашечку водички, утречком я с вами ее приготовила, да, а сейчас вместо кофейка, ну, очень сильно жарко, так что кофе сильно не похлещешь, так что будьте здоровы за ваше здоровье. Ой, кисленько, так пахнет мятой, ну, просто чистое здоровье. Ну что, решила я позвать своих подружек на кухню, да, на посиделки, на поболтать, вот, и ответить на ваши вопросы, потому, ну, не столько на ваши вопросы, в общем, под очень-очень старыми моими видео, например, горелся там такая витка, да, в плейлисте иммиграции, вот, и хочу рассказать, значит, то, что там девочки у меня спрашивали, даже в какой-то мере поставить точки над «и». И это же как раз в эту же степь затянует тот вопрос, да, который мне вчера написала женщина по поводу того, что тысяча евро, типа, это очень нехорошая зарплата для Москвы, а в тем, в ветке иммиграции, да, там, у меня была там, значит, женщина была из из Житомира и переезд в Хмельницкий, по-моему, так, если я не ошибаюсь. Вот, и хочу, что хочу сказать, я, значит, сейчас хочу поговорить именно то, что касается моей семьи, да, запросов, те, которые в нашей семье, там, требований, ну, и тому подобное, и уже от этого прийти к общему знаменателю. Конечно, я хочу сказать о том, что тысячу евро, тут сложно сказать, ну, я не могу вам сказать, вот, если у вас стабильно есть тысяча евро заработка, независимо где, обязательно едьте сюда, и вам здесь будет комфортно, тепло и светло. А тут, и точно так же, когда у меня спрашивают, допустим, Таня, сколько нужно, допустим, денег для того, чтобы можно было жить в Испании? Девчонки, тут тоже нереально сказать, допустим, и поставить конкретную сумму, потому что у всех абсолютно разные запросы и тому подобное. Вот, я, значит, скажу так, что в Украине, допустим, я зарабатывала меньше, но на какие-то охотелки мне, допустим, тех денег хватало. Здесь, конечно же, нет. Но в том, что у нас, допустим, прибавилось очень сильно, допустим, в Испании, и то, чего у нас не было в Украине. Вот, к примеру, смотрите, в Украине мы не платили именно налоги, налог на недвижимость, муниципальный налог, такого у нас не было. Здесь мы платим, и сумма у нас такая, скажем так, далеко не маленькая. Если вы спросите у меня, сколько вы платите за налоги, ну, сколько нужно, то есть, сколько человек, да, должен заплатить за налоги, тут тоже не могу сказать конкретной суммы, потому что здесь много того, что, первое, там, какой дом, в каком районе, урбанизация это или, там, простой дом. Ну, то есть, тут много-много всяких нюансов. Допустим, где стоят мусорки, кто вывозит, как вывозит и тому подобное. То есть, допустим, у меня, вот, моя очень хорошая знакомая, да, она, допустим, платит налог этот 80 евро. Мы платим этот налог 240 евро. То есть, если новые районы, новые дома, там, если, тем более, это урбанизация, тут все идет плюс, 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 и точно так же это, я говорю, за муниципальный, да, и то, что налог на недвижимость, это тоже много чего зависит. То есть, тут нужно конкретно рассматривать тот или иной вариант. Вот. Что еще у нас, допустим, то, чего у нас не было в Украине, ну, что у нас есть в Испании. Это частная страховка на здоровье. Вы скажете о том, что без частной страховки можно жить. Можно жить. Но я хочу сказать о том, что все-таки частная страховка немного и облегчает жизнь и тем более ваше время. Почему у меня частная страховка? На тот период для того вида, вида на жительство, у нас в обязательном порядке должна была быть частная страховка. Так как под ту категорию ВНЖ государственную страховку не выдавали. Потом она уже со временем, конечно, у меня появилась. Вот. Но частная страховка должна быть. И я очень рада тому, что даже на тот момент, когда я заболела, что у меня была и частная страховка, и государственная. Ну, естественно, я, когда вот ходила по врачам, ну, все знали, когда меня беспокоило и не могли найти проблему, что куда к чему, да, то, естественно, чтобы сократить время и не ждать долгое время специалистов государственной клиники, естественно, я ходила в частную страховку. Частная страховка у меня, конечно, поднимается и поднимается, потому что сумма разнится капитально. Та сумма, которая, допустим, была у меня до онкологии и та сумма, которая сейчас при онкологии. Цены, конечно, подняли, скажем так, прилично. Но, тем не менее, вот скажу о том, что, неважно, сколько это, да, сколько бы это ни стоило, о том, что этого, допустим, мы в Украине платили, здесь мы это платим. Что еще прибавилось у нас, что еще, да, добавилось у нас? Это, допустим, страховка на жилье. У нас этой страховки в Украине не было. Здесь она просто, наверное, необходима. Ну, хотя, не знаю, смотрите, мы платили, платили долгое время. И как получилось, что решили, что деньги уходят в никуда. И мы какой-то, то есть, пока у нас была страховка, все было хорошо. Только мы решили сэкономить и, значит, не продлили на следующий год страховку на квартиру. Получается, у Юли через какое-то время украли на паркинге велосипед. А велосипед был дорогой. То есть, кража на паркинге тоже там какой-то процент покрывает. То есть, можно было бы с ними потягаться там, попробовать, может, какие-то деньги вернуть. Но, увы, мы хотели, конечно, поставить, были на паркинг-место, эту видеокамеру для того, чтобы не на все, хотя бы на наше паркинг-место, допустим, была камера. Но, увы, не разрешили. Нельзя. То есть, велосипед сделал ноги и его уже не вернуть. Потом, через какое-то время, у нас протекает в коридоре труба. И, опять же, страховки нет. Только что мы потом, конечно, почесали свою репу. Вот. И пошли и сделали страховку. Но, опять же, тут, знаете, тут тоже сложно что-то говорить, потому что по страховке, значит, это нужно найти мастера, который сделает. Который мастер придет и будет делать только по фактуре. Для того, чтобы можно было им предоставить фактуру. И вот эта тягомотина с вот этими выплатами по страховке может быть долго и нудно. Или, допустим, чтобы страховщики, если не ты ищешь мастера, то страховщики присылают к тебе специалиста, допустим, ту или иную проблему устранить. Но этого специалиста можно ждать, скажем так, долго и нудно. Так вот, допустим, у меня получилась проблема. В Ацте я позвонила. У меня есть муж на час, да, который вообще мастер на все руки. И позвонил, те, которые меня смотрят, знают, да, он мне устанавливал газовую колонку. Я позвонила, Сережа, нужно, нужно быстренько, быстренько решить вопрос. Все, он пришел, все дело времени, трах, бах, поставил и все. Ну, единственное, что помимо того, что же говорю, помимо того, чтобы устранить поломку, можно было бы еще вот с ними бы потягаться. То, допустим, когда так получилось, что у них получилась за ситуация. Ну, скорее всего, наверное, дали большое напряжение, когда очень много погорело техники, да, у нас в доме. В моем случае это была газовая колонка у людей, конечно, там и телевизоры, ну, то есть было, было чему поломаться. Видите, у кого была, у кого была страховка, тот умный и начал с ней витягаться. И, ну, не знаю, наверное, получили какие-то выплаты, это по-любому. Мы же получили уши от одного места. Но зато, ну, зато нас это подстегнуло и сказали, что жадность фрая разгубила, и мы пошли, в общем, и назад ее вернули, нашу страховку, и теперь начинаем выплачивать. Но я говорю, батя, лучше просто выплатить страховку, платить, ну, чтобы ничего не ломалось, все, что было в порядке, вот, лучше так, чем потом с этим всем тягаться. Особенно, как у меня бывает, о том, что пока Макс дома, все нормально. Только он уходит в рейс и понеслась жара. Как ни одно, так другое, так третье. Вот, так что, вот эти, вот, как вы говорите, вот, ну, типа, для той или иной страны нашей, что этих денег хватает. Здесь, скажем так, для Испании этих денег, ну, очень мало, потому что, если все вот это высчитывать, 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 то получается, что на жизнь остается все совсем очень мало. Плюс, допустим, к чему, о чем, что мы еще, к примеру, не платили, да, в Украине, а здесь. Это наш комфорт. Это бассейн, это все, за это тоже мы платим, скажем так, приличные денежки. Вот, это ни в коем случае, там, не жалость, ничего, потому что мне, там, женщина написала вот такую, вот, там, простынь. Ой, боже мой, какие, какие сейчас есть люди душные, это просто какой-то капец. И, значит, по поводу того, что мне написали, и вот я хочу просто это донести, вот такой он у меня дурацкий характер, или, да, перфекционизм такой в том плане, что донести, что если это правда, я хочу, чтобы человек услышал, что это правда, а с другой стороны думал, какого Фида, то есть, это не оправдание, но я вот такого человек, то есть, я вот такая, вот такая, какая я есть. И мне нечего скрывать, я никогда не прошу, ни разу не попросила на своем канале денег, мне никогда никто не перевел ни единого цента. И слава тебе, Господи, было бы здоровье, остальное все сами заработаем, и мне ничего чужого не надо. Но я говорю вот от всего сердца, как это есть, у меня мне нечего скрывать, вот сколько заплатили, столько это мы заработали, это все наши. Это по поводу света, что я хочу сказать аккуратно. Вот, что по поводу света, значит, женщина мне там написала, что я типа такая врунья, что таких цен нет на свет, что вот она платит там 30 евро. Я, если даже вы будете вообще ничего не платить, я буду безмежно за вас рада. Но дело в том, что, если я, допустим, в межсезонье, да, когда уже не отапливаемся теплом, но когда еще не охлаждаемся, да, когда вот такое межсезонье. Если я, допустим, плачу 60-70 евро, то мне не стыдно, допустим, сказать, что в этом месяце я заплатила 60 евро. Если, допустим, мы летом платим 200-220-250 евро, то это так. И зачем мне говорить больше, если это так и есть. Сказать, допустим, что вот если у меня это так, это будет у вас, так нет. Все зависит от того, опять же, тут нет такого фиксированной той цены, знаете. Тут, опять же, все зависит, какая у вас потенция. Потенция, то есть разрешение. Есть такие, что, допустим, ставят очень маленькую, что если они включили, допустим, стиралку, они уже не могут, там, скажем так, включить кондиционер. Если работает кондиционер, они, там, не могут включить и машинку, или посудомоечную машину. То есть стоит ограничение, что на какую-то, там, на одну, на две техники, там, еще что-то. У меня стоит без ограничения. То есть у меня может работать кондиционер, у меня может вариться еда, у меня может стираться белье. То есть, и это уже плюс. Если это, допустим, урбанизация, вот как у меня, да, закрытая, это тоже идет плюс. Потому что, допустим, мы, у нас нет доступа к счетчикам, да, у нас есть специальный человек, который каждый месяц ходит, снимает показания, все это, и тебе домой только приходит готовая фактура. Это тоже все плюс. И плюс к тому еще, сколько ты накрутишь киловатт света. Так что, вот так вот, я говорю, что мне нечего врать, я просто, меня только что выбешивает, и мне кажется, что мне нужно таких людей тоже блокировать. Я не хочу, не хочу себе трепать нервы в том, что я не понимаю, что человек делает на моем канале, да, если он считает, что я вру. Значит, я тут распинаюсь, пытаюсь, допустим, рассказать всю ту правду, которая может быть, которая есть, может те люди, которым это действительно, ну, то есть, как вот мы в свое время, когда запланировали переезжать, да, в Испанию, то есть, куда ты идешь? Ты идешь и смотришь, ну, блогеров, некоторых, да, которые там живут, к примеру, в Испании, и что, ну, ищешь для себя те вопросы, которые тебя интересуют. Если, конечно, ну, если не включать никогда ни кондиционер, ничего, сидеть, обливаться потом, и, ну, может, можно и так, если не включать. Кстати, помимо того, что, почему еще у меня свет дороже, чем обычно, если, допустим, как люди живут в этих, ну, в этих стареньких, да, домах, у них нет, у них не стоят электроплиты, у них газовая плита, та, которая от баллона, да. У меня стоит электроплита, электродуховка, у меня стоит кондиционер, и кондиционер, знаете, не сплит-система, та, которая вот висит, допустим, которая в комнате, к примеру, а у меня стоит централизованный, да, кондиционер, то есть, самого вот эта сплит-система нет, она в туалете зашита в потолке, то есть, так просто к нему доступа нет. А только вот над входом такие вот решетки, и, то есть, если я включаю кондиционирование, то или на обогрев, или на холод, то сразу идет по всей квартире. Три киловатта, по-моему, то есть, она, у нас кондиционер масла, и так, будь здоров. И у нас, смотрю, многие начали менять, и вот соседи ставить более экономный вариант, так что у нас сейчас стоит, скажем так, открыт этот вопрос по поводу того, чтобы каких-то пару копеек сэкономить, нам нужно будет поменять кондиционер. Хотя, в первую очередь, там столько всего нужно. Дело в том, что моя болезнь, скажем так, очень сильно выбила почву из-под ног, потому что, я же говорю, что очень сильно поднялась, поднялась цена этого страховки, да, допустим, сразу со 134 евро до 268, по-моему, да, по-моему, 268 сейчас мы платим, вот, и плюс, если еще дополнительные все вот эти вот плюс КТ, плюс вот эти анализы, вот, первого числа мне даже страшно будет получить фактуру, сколько вот первого июня надо будет заплатить страховке. Ну, это есть, понимаете, это есть, то есть я рассказываю, как, ну, как оно есть, некоторые, некоторые просто из-за любопытства же, говорю, хотят сравнить, некоторым просто интересно послушать, как оно в той или иной стране, вот, а некоторые может и где-то там думают себе когда-то переехать. Ребят, я выпила, потому что говорю, все время жарко, мне очень прилипает язык. Так что вот так вот мне нечего, мне нет смысла, я же говорю, врать, я, вы всегда, когда у меня спрашиваете, я вам всегда рассказываю так, как оно, так, как оно есть. Вот так, потому что вчера у меня там тоже, у меня вчера вообще, у меня вчера был день парилки, я вчера разошлась и тупо всех там, ну, как не всех, очень много кого отправила в БАМ, да, потому что, я же говорю, не хочу, не хочу свое драгоценное здоровье, я не столько шла, скажем так, к выздоровлению, да, своему, для того, чтобы сейчас вот это устраивать там политинформацию, кто, кто куда уехал, кто куда и что, в общем, всех в БАМ, всех ненужных в БАМ, так что я хочу свой канал вести вот так вот. Пришла с подружками, потрещала, рассказала, как оно есть, или пожаловалась, или порадовалась, и все, и все, получила ответку, пообщалась, и вот так вот мне не надо, мне сейчас нужны положительные эмоции, того и вам желаю. И еще, что хочу поставить так точку, да, по поводу того, что, как, ну, недостаточно написала людей по поводу того, что, ну, что, типа, я вот так вот разговариваю с Данилом, это ой, фу, фу, фу. Дело в том, что, ребят, для нас это абсолютно нормально, мы в своей семье всегда вот так вот друг друга стебем, может быть, ну, не может быть, для чужих людей это, конечно, ну, не понять там, хотя моя мама, вот, да, вот, просто, вот, наш родной человек, но она, она говорит, я другой раз не пойму, я не понимаю вашу шуток, я не могу понять, вы ругаетесь там, допустим, или это, или вы, типа, стебете друг друга, нет, девчонки, для нас это нормально, да, что если я сказала, там, Данилу, грызи колено, это ни в коем случае не для того, чтобы его поругать или его обидеть, для нас это нормально, а если я захочу своего ребенка выругать, то я никогда в жизни не сделаю это на камеру, для того это и есть семейное, для того, что, не для того, чтобы хайповать и унижать своего ребенка, для того, чтобы кто-то этим потешился, ни в коем случае, вот, ну, я такая, что я могу и рявкнуть, и тякнуть, но дело в том, что, ну, считайте меня, значит, невоспитанной, некультурной, не знаю, я такая, какая я есть, невоспитанная, как мне пишут Ханка, окей, пусть будет Ханка, хоть горшком, а бы в печь не сажали. Все, мои лапушки, в общем, вроде бы так, все вам рассказала, то, что хотела сказать, будут вопросы, пишите, не знаю, я вот как-то думаю, может мне уже, я уже в прямой эфир не выходила, и, наверное, в последний раз выходила еще, когда я проходила химиотерапию, да, было мое день рождения, я, по-моему, еще даже выходила, я была лысая в платке, и все, и после этого уже, это сколько, ну, наверное, почти два года, да, как я не выходила в прямые эфиры, думаю, может как-то выйти и так вот уже, именно с вами поболтать, не в видео, поотвечать на ваши вопросы, а просто, а просто поболтать поочию. Так что, пишите в комментариях, если вы желаете вот такого более близко, хоть я не очень, ну, не очень люблю прямые эфиры, но, если мои зрители этого желают, то можно будет попробовать. Все, я вас всех обнимаю, всем хорошего дня, всем прекрасного настроения, и до встречи, па-па! Па-па-па!